Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Не могу справиться с депрессией, пишите вы 2 года назад, поссорилась с молодым человеком, я заблокировала, сказала ты другая, и дальше вы пишите о том, что вы делали, и о том, как вам сейчас плохо. Смотрите, значит, во-первых, если у вас есть подозрение на депрессию, то вам, на мой взгляд, имеет смысл обратиться, конечно же, к врачу. Вот, а врач поставит вам диагноз, вот, и назначит вам лечение, соответствующее, да? А психологи, психологи, это не те люди, которые могут и должны ставить диагнозы. Поэтому, тут, тут, тут вам, вот, лучше, лучше всего будет обратиться, конечно, именно, к врачу. Дальше, задавали ли вы себе вопрос о том, почему на вас, да, почему на вас так сильно повлияло, то, что вы расстались с молодым человеком своим, то есть, ну, да, вы расстались, ну, да, понятно, что хорошего в этом ничего нет для вас. Совершенно понятно, совершенно очевидно. Но почему так сильно на вас это повлияло? Вот что. Интересно. В данном случае. Как будто бы вы не мыслите о своей жизни без мужчины, да? То есть, вам что-то было нужно, ну, вот, в нем, да? И вы чего-то хотели от него и с ним. Какая-то сфера ваших желаний, какие-то ваши потребности были и есть связаны с ним. Какие? Нужно это выяснить. Какие свои желания вы реализуете с ним? Возможно, речь идет о состоянии. То есть, вы как-то с ним себя чувствовали. Вот то, как вы себя с ним чувствовали, очень важно тоже увидеть, заметить и посмотреть, что с этим можно сделать. Дальше. Расставание, а точнее ссора, не происходит на ровном месте. Но, во-первых, ссора не возникает из ниоткуда. И в ссоре участвовали и вы тоже. Соответственно, вы внесли свой вклад. Я думаю, что это связано с тем, что вы стремитесь с молодым человеком к слиянию. То есть, вы хотели бы раствориться в нем. И когда человек пытается раствориться в другом, возникают ссоры. Потому что психика человека таким образом его защищает от слияния. То есть, сохраняет самобытность, целостность. Поэтому причина ссоры и ваш вклад в эту ссору нужно увидеть. Подсорились вы не случайно. То, что вы расстались, является, конечно же, правдой. И те чувства, которые возникают при расставании. А это обида, это агрессия, это злость, это боль. Нужно, конечно же, проживать. Вот. Вы это не проживаете. Вместо этого вы боретесь с этим и так далее. Я понимаю, почему. Потому что с молодым человеком у вас, судя по тому, что вы говорите, неразрывно связано что-то. То есть, какие-то ваши потребности неразрывно связаны с молодым человеком. Поэтому вы не можете его отпустить. Ага. Правда в том, что, на мой взгляд, и не надо вам его отпускать. Ну, то есть, не надо мыслить в таких категориях, в таких аспектах, да. Что вот я сейчас, значит, его отпущу и так далее. Не надо. Ваша задача, она заключается в другом. Она заключается в том, чтобы вы выяснили, чего вы от молодого человека хотите. Чтобы вы для начала перестали думать, что у вас к нему любовь. У вас к нему не любовь, а любовная зависимость. Потому что, если была любовь или просто чувство к нему, то вы были бы заинтересованы в том, чтобы мужчина стал счастливее. А если он не хочет быть с вами, значит, без вас он счастливее. Но этого вы не хотите. Вы хотите решить какую-то свою проблему. Это неплохо. Но нужно перестать себя обманывать. Вот. Вот. Как-то так. Дальше. Смириться. Да. Смирение приходит через проживание чувств. Но. Мне не нравится слово смирение. Я думаю, что лучше было бы сказать, наверное, принятие. Да? Принятие. Но принятие возникает тогда, когда перестают быть центром. Центром вселенной. Центром внимания. Для того, чтобы это не было центром внимания, ваше внимание нужно расширить. Вы говорите, как жить дальше? А ради чего жить дальше? Вот вам, Анна, есть ради чего жить дальше? На мой взгляд, нет. Если вы готовы потратить большие деньги на то, на что вы их потратили. Вот и все. В этом и как бы все и дело заключается. Вам не ради чего жить? Вы вот таким образом решаете проблему эксистенциального кризиса. Как будто бы эксистенциальный кризис у вас маскируется, значит, под тягу к молодому человеку. Вот. Я понимаю, что вам больно сейчас. Я понимаю, что вам тяжело сейчас. Ну, вот если говорить о направлениях, то вот так. Ни один ответ психолога, какой бы он ни был, вам не поможет сейчас. Ага, и поможет только психотерапия, поможет выговаривание, поможет проживание чувств и поможет вот осознавание какое-то, какое-то. Ребята. Вот. Также поможет вот перенаправление внимания на свои собственные приоритеты, на то, что вам нужна дорогая цель. Вот. Ну, например, вот вспомните то, чем вы жили до встречи с молодым человеком. Да? Например, попробуйте представить, что бы вы сказали молодому человеку прямо сейчас. Только не говорите о том, что он должен сделать. А попробуйте сказать именно то, что вы хотели бы ему сказать о своих чувствах. Да? Да? Только идите до конца. Если вам хочется сказать, например, ну, я хочу быть с тобой или хочу, чтобы ты был со мной, да? То пройдите дальше. Скажите, ага, я хочу, чтобы ты был со мной, чтобы что? Что? Ради чего? Да? Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Всего самого доброго.